Всем привет! Сегодня у нас будет один из самых необычных экспериментов. Три участника, у которых на тройке рандомное количество денег, которого они, естественно, не знают. Их задачей будет проехать как можно большее количество станций, при этом не зная свой баланс. Ну и также важным уточнением является то, что пересадки между линиями метро являются платными. Вам необходимо будет выйти из метро, приложить карточку заново и, соответственно, активировать новую поездку. Но наземные пересадки являются бесплатными, то есть пересесть с метро на МЦК или на МЦД можно также бесплатно. И если вы подумали, что их время ограничено 90 минутами, то нет. У них будут деньги либо на вторую поездку, либо же этих денег не будет. И здесь есть момент эксперимента. Рискнут ли они пробовать проехать больше станций и активировать вторую поездку? Или же нет? Узнаем в рамках этого видео. И в сегодняшнем видео принимает участие Александр Сариков, Андрей Обыкновенный Транспорт и Тимофей Беляков. Ну что, 14.20, и пацаны, погнали! Всем пока! Пока! Ну, в общем, все просто. Даже бегать не надо. Я с тобой бегу. Андрей Побе пошел со мной. Нет, ты со мной. У меня секретная тактика. Ты узнаешь мою тактику? Ты хочешь мою тактику украсть? Нет, нет, я у меня своя тактика. Он мою тактику хочет украсть. Так, мы заходим в метро. Так, дорогие, здесь пришло... Я как человек опытный, я проезжал целый метрополитен за сутки. Я знаю, что если мы не хотим пересаживаться, нам надо ехать как можно дольше по одной линии. Логичным образом по троечке мы можем, благодаря моему эксперименту, да, это узнал, пересесть два раза. Мы сейчас пойдем тогда на Ленинградский вокзал, сядем на Ласточку, поедем до Коврина, там пересядем на метрополитен. Будем ехать как можно дольше по зеленой веточке. Тут надо понимать еще такую тему. Кто позже войдет по тройке в метрополитен, у того позже начнется 90 минут. Это значит, нам не нужно спешить. Мы сейчас спокойно выходим на площадь трех вокзалов. В спокойном темпе идем в сторону турникетов Ленинградского вокзала. И абсолютно спокойно. Закоим позже всех. Так, ты идешь на законческую линию? Да. Прощай. Прощай, но я не могу мешать тебе. Идем на Кольцевую. Мой план заключается в том, чтобы проехать всю Кольцевую линию, потом где-нибудь сесть на диаметр, бесплатно пересесть, соответственно. Доехать до какой-нибудь станции Большой Кольцевой линии, опять-таки бесплатно пересесть, потому что это наземная пересадка. И проехать всю Большую Кольцевую линию. И я думаю, что в целом это может иметь свои плоды. А дальше уже будем смотреть, сколько у меня времени останется. Красная стрела, красная стрела. Машине из тормоза неправильно остановился. Сейчас я по Сахонической линии поеду до проспекта Вернадского. И там воспользуюсь бесплатной наземной пересадкой на БКЛ. Итак, у нас электричка только через 9 минут. Что это значит? Мы пока стоим здесь на площади трех вокзалов. И как только уже подходит время, там остается 2 минутки, мы только тогда используем тройку. То есть ребята уже поехали, они активно едут куда-то. А мы, ну... А мы просто стоим. Мы кайфуем. Мы вообще на изи всех побеждаем. Ну, жвачку жесть. Все такое на посадку. Так, заходим внутрь. Наш первый вход. 14.32. Идем сюда. Ласточку. Здравствуй. Пагер. Не иначе. Так, мы приехали от Минградского вокзала. В 14.32 мы вяжем второй раз. У нас действует это поездка до 16.02. За это время нам надо ехать доходрено. А до того, что я принял от целя. В 3-ти метро. Проходил 3-плату заводской. И пересес на МЧК. Чтобы пересадка была бесплатной. Последняя. И мы еще потом 3-боля дали. Хе. Короче, мы... Мы сейчас вообще такую лютую тему замутим. Ребята сели в метрополитен. Им вряд ли придется совершить пересадку позже нас. Первую. Потому что мы все 90 минут используем по назначению. Ну что ж, прошло порядка уже 20 минут с момента старта. И мы в целом уже понимаем, кто куда поехал. Андрей продолжает сейчас ехать по Сокольнической линии в сторону юга. Тимофей, судя по всему, едет по Кольцевой линии. Видимо, делает круг по ней. Потому что он сейчас находится в районе Парка Культуры. А Санек едет у нас по МЦЗ-3. С Ленинградского вокзала он стартанул. И сейчас находится в районе Останкино. Ну вот, круг по Кольцевой линии сделан. На Комсомольской мы были. Курская последняя станция. И здесь мы пересаживаемся на диаметр. Курская. Переход на Арбатско-Покровскую линию. И станцию Чхаловская. Выход к Курскому вокзалу. Второму и четвертому диаметра. Идем на МЦЗ-2. А вот уже и едет ИВГ. Теперь едем до Марьиной Рощи, где я планирую пересесть на Большую Кольцевую линию и проехать далеком Большую Кольцевую линию. Вау. Но, возможно, план еще поменяется. Посмотрим. Ну что ж, к сожалению, не могу способствовать с этой пересадкой. Выхожу на улицу. Так, вот какой-то этот цель. Сам проспект Твернадского. А метро вон за углом. Момент истины. О, бесплатная пересадка. Выходим из вагона. Идем на пересадку на Замоскварецкую линию. Короче, это типа пересадка. Но она бесплатная. Потому что мы идем по тройке. Скайф. И тянутся города, и я... Иду на пересадку на Замоскварецкую линию. Короче, у меня главное, чтобы она сейчас была бесплатной. Чтобы меня в турникету тут, как бы... Устроили Советский сажитель. Да, они устроили мне просад. Вот. И спокойненько идем. Сплатная пересадка. Сделем номерной. И поехали. Короче, тема достаточно рискованная. Мы пребываем на автозаводскую где-то в 15.52. Нам надо будет побыстрее, буквально минут за 5 забежать до МЦК. И таким образом мы успеем за 90 минут. И тогда все вообще будет четко. Итак, прошло практически час со старта. Шеф 15-17, стартовали на 14-20. И есть некие промежуточные результаты. Значит, Александр Стариков на данный момент проехал всего 8 станций. Он проехал по Д3 до Ховрина. Андрей на данный момент в лидерах. Он проехал по Сокольнической линии и потом перешел на БКЛ. Здесь важное, кстати, уточнение, что если он вышел за турникеты и перешел по бесплатной пересадке по улице, это по правилам можно. Соответственно, сейчас он проехал 20 станций, находится на Мневниках БКЛ. И Тимофей проехал полный круг по Кольцу и перешел на МЦД-2. Доехал до Марины Рощи и он проехал 16 станций. То есть ему в целом недалеко до Андрея. Судя по геалокации, ко мне сейчас скотчем если находиться Марины Рощи, он примерно на Марины Рощи. Не знаю возможности, но в чем это знаю возможности нет. Мы на Марины Рощи выходим. Двигаемся на большую кольцевую линию. Здесь пересадка не очень длинная. Гениальнейший вестибюль Марины Рощи расположенный жопой к нам. Но что поделать. Сейчас быстро его обходим и спускаемся на большую кольцевую линию. Тем временем до конца действия бесплатной пересадки осталось 25 минут. Но я уже все что хотел сделал. И теперь уже нам остается только проехать с БКЛ, а дальше ждать, когда нам пополнят баланс. Если, конечно, пополнят. Едем группу по БКЛ. Так, станция аэропорт. О пересадках на самолет Ярик ничего не говорил. Может пересядем? Итак, ну что ж, первая поездка постепенно у ребят заканчивается. На данный момент промежуточные результаты следующие. Александр Стариков проехал 20 станций, находятся в данный момент на Новокузнецкой. Андрей проехал 32 станций, он по-прежнему лидер, и он находится на Нижегородской большой кольцевой линии. И Тимофей проехал 25 станций, и он находится на Кунцевской большой кольцевой линии. Посмотрим, как ребята будут действовать дальше. Что ж, идем на МСК. Просто громенное пространство. А я иду на МСК. Сюда. Ласт, очка. Садимся. Ну, в самом начале, ладно. Аккуратно. Да. Так, автозаводская. Так, мы вышли на автозаводскую, и время 15.53. И у нас остается еще 9 минут. В первой поездке нам надо успеть за эти 9 минут пересесть на МСК. И тогда у нас еще будет полтора часа в запасе на любые маневры. Возможно, у нас ничего не пополнилось. Но мы даже таким образом можем выиграть. Надеюсь, что нам что-то пополнилось. Тогда мы доедем целый круг до Нижегородской, пересадим на БКЛ и 100% выиграем. Сейчас я иду на МСК. Пожелайте мне удачи. Назад. Еще одна бесплатная пересадка мы успели. Мы идеально уложились 90 минут. Буквально затратили где-то 87. 80-70-90 минут мы затратили. 90 минут фактически закончились у всех. Вот у меня еще осталось буквально 2 минуты, но я уже пересел последний раз. Ну, ребят, где-то полутора часов, как есть у меня. И с высокой долей вероятности, я думаю, я победил сегодня. Я на это очень надеюсь. Что думаешь, Мишань? Ну и всех победим. Поедем мы против часовой стрелки. Короче, в любом случае на Зиме пересадки нет, она есть на Дубровке. Но даже если никто на этот момент не проиграет, можно пересесть на Южгородскую. Возможно, деньги появятся на этот момент у меня на карте. Тройки. И я поеду просто по БКЛ полтора часа. Ни у кого шансов не должно остаться. Так, садимся в «Ласточку» и идем. Все, мы успеваем нормально. Все, время рассчитали идеально. Впереди полтора часа поездки в «Ласточке». Ну и если к этому моменту никто не проиграет, у меня еще будут варианты действия. Тем временем 90 минут бесплатные пересадки прошли. И дальше мы едем только за счет того, что проезд уже оплачен. И переходить на другую линию мы уже не можем. Мы сейчас на Кленовом бульваре. Круг по БКЛ дается тяжелее, чем я думал. Это большая линия. И скоро надо будет принимать решение, либо делать еще одну пересадку, рискуя. Потому что если вдруг при пересадке выставить за красным, для недостаточного следствия, я автоматически проигрываю в этом челлендже. Либо говорить, что все. Но есть шанс, что кто-то из ребят ездит больше, чем я. И это будет Кленовым. Ну, посмотрим. Итак, прошло 2 часа с момента старта. Время подводить промежуточные итоги. На данный момент Санек у нас проехал 34 станции. Находится на Фанкировской, ездит по МЦК. Андрей у нас едет тоже по МЦК, только они едут в разном направлении. Андрей сейчас находится на Лихоборах. Он проехал 45 станций и по-прежнему остается нашим лидером. И Тимофей проехал 37 станций. Ездит вот сейчас по БКЛ, находится на Нагатинском затоне. Собственно, поездка первая у них уже явно подошла к концу. В ближайшее время они, скорее всего, проедут свои круги по кольцам. И будут решать, поедут ли они на вторую поездку. А сейчас мы с вами определим то, сколько и кому мы перечислим на вторую поездку. У нас выставлен диапазон от 40 до 120 рублей. То есть 40 рублей, если выпадает меньше 57, то это, соответственно, не хватает на вторую поездку. Либо 120, это хватает уже даже на 2 поездку, если больше 114. Собственно, сначала определяем суммы. Суммы у нас вот такие. 92, 40 и 120. Соответственно, сейчас я их выпишу себе. И именно в такой последовательности мы распределим эти суммы между участниками. И теперь вот этим списком мы сгенерируем рандомную последовательность участников. Первым у нас будет Санек. То есть ему достается 92 рубля. Дальше, в втором списке тот, у кого не хватит денег даже на вторую поездку. Это у нас Андрей. Ну и, соответственно, Тимофею достается у нас 120 рублей. Вот такие у нас распределения получились. Ну и, собственно, когда время придет, мы перечислим каждому из участников сумму. Ну что ж, мы начали от Мариной рощи. Сейчас мы едем в Норижскую. И получается, таким образом мы проедем все станции большой кольцевой линии. Ярик скинул деньги на карты. И мы не знаем, сколько. Если вдруг там окажется меньше, чем на одну поездку, то я автоматически проигрываю. Поэтому надо решить, стоит рисковать или нет. Давайте подумаем. Я проехал 45 станций. Есть ли вероятность, что кто-то из ребят проехал больше? Ну, конечно, есть. Но мне кажется, что я выбрал одну из самых крутых тактик. И я думаю, что они проехали либо столько же, либо немножко меньше. Но может получиться так, что им хватит денег на проезд. И они тогда могут меня догнать. Но не факт, что они решатся эти деньги потратить. Поэтому надо думать. Непонятно, сколько на ней денег. А посмотреть я не могу, по правилам. Надо решать, переходить на Калужско-Рижскую линию или нет. Потому что если да, то мне надо будет оплатить проезд, по правилам. А если окажется, что денег нету, то я проигрываю. Я считаю, что здесь надежнее. И я не буду прикладывать карту. Ибо надеюсь на то, что у ребят не хватит денег. И когда они приложат карту, у них загорится красненьким. И, соответственно, проиграют. А я автоматически выиграю. Буду в это верить. Я проехал 45 станций. Сейчас нахожусь на Рижской большой красовой линии. И я заявляю о том, что я прекращаю свое путешествие на сегодня. Посмотрим, к чему это приведет. Достаем на священную тройку. Ладно, не мою. Ну и идем на четвертый диаметр. Как бы сейчас грустно не было, но мое путешествие закончилось. На станции Москва-Сити, Московского центрального кольца. Я узнал, что у Андрея загорелся красный экран. Он был моим главным конкурентом во всем этом соревновании. Станции у меня будет явно больше, чем у Тимофея. И поэтому сейчас просто попробуем пересесть. Если бы у Андрея ноль, значит, не может быть так, чтобы был ноль и у меня. Я пересяду и таким образом вообще 100% выиграю в этом соревновании. Ну что ж, постепенно все движется к финалу. Сейчас, на данный момент, Тимофей уже отказался от того, чтобы ехать дальше. То есть, использовать еще поездки. У него 120 рублей на счету было, но, к сожалению, наверное, он об этом не знал и решил не рисковать. Вот. Андрею уже показал красный круг. Соответственно, у него денег на следующую поездку нету. Соответственно, он обнулился, проиграл. Ну и у Санька, получается, только у него остались поездки. Соответственно, он за эти полтора часа, скорее всего, явно бы перегнал и Тимофея, и Андрея. Поэтому Санек победил в этой гонке. И сейчас мы с пацанами все это объявлю. Итак, охотный ряд. Точка моего финиша. Я еще так посчитал. Вроде бы получилось, что я прякал ровно 50 перегонов. И это здорово. Надеюсь, что вы поддерживаете это видео лайком. И обязательно подпишитесь на всех ребят. Ну что ж, несмотря на самое большое количество денег, которые были у Тимофея, он проехал меньше всех станций, всего 45. И, к сожалению, решил отказаться. А потому что кто же знал? Кто же знал, что их так много? Андрей, несмотря на то, что за одну поездку проехал больше всех, к сожалению, ему досталась меньшая сумма, поэтому он проиграл. Что ты думаешь на этот повод? Я тебя ненавижу. Это от всего сердца. Да. Да, ему, к сожалению, не сильно повезло. В отличие от последнего нашего участника. Ну и лучшим в сегодняшнем видео оказался Александр Стариков. Ему плюс выпало, соответственно, 92 рубля на проезд. Соответственно, у него была вторая поездка. И проехал он наибольшее количество станций. Извин. В итоге я так посчитал и проехал где-то 50 перегонов. Достаточно много. Вот. Старались использовать время по максимуму И по максимуму эффективно все сделать Спасибо, ребята, тем, кто поддерживал Всем спасибо за просмотр этого видео Поставьте ему лайк, если оно вам понравилось Напишите в комментариях, как можно улучшить этот формат Возможно, мы продолжим его снимать Если он вам прям очень сильно зайдет Поделитесь этим видео с друзьями Если вам оно понравилось, опять же Всем удачи и всем пока!